МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выездное заседание президиума Белорусского союза женщин прошло в Барановичах. Гостей встречали цветами и хлебом с солью. Участники мероприятия познакомились с выставочным проектом «Медийный ресурс создания образа современной женщины» на страницах печатных изданий Брещена. Посетили выставку-презентацию, на которой отражен опыт работы районных и городских организаций Белорусского союза женщин Брестской области, а также телепроект «Центр внимания женщины». В принципе, у нас будут рассматриваться четыре основных вопроса. Первый – это о работе Брестской областной организации и введение новых форм работ. Это о создании первичных организаций на предприятиях и работа с молодежью. Это, конечно же, акция «Наши дети». И еще один вопрос – это проведение республиканского конкурса «Женщина года». Поэтому эти вопросы очень важны для нас, потому что они работают на повышение престижа роли женщины в обществе и в семье, и в управлении, и на производстве. И дает возможности, чтобы женщина во всех сферах себя показала, проявила, самореализовалась и чтобы жила полной жизнью. О том, какая работа сегодня проводится по повышению престижа роли женщины в нашем государстве, говорили в ходе пленарного заседания. На нем также обсудили деятельность Брестской областной организации БСЖ по внедрению новых форм работы, укреплению роли первичек в решении социально-экономических вопросов, проведение конкурса «Женщины года-2018» и акции «Наши дети» и другие важные проблемы. Каждый человек, он живет в обществе, и всегда каждому человеку важно, чтобы видели его работу, видели его деятельность, видели его значение. Это может быть воспитание детей, это может быть работа в сельском хозяйстве, это может быть работа в промышленности, в школе, в университетах, это может быть любой вид деятельности, ремесленники, предпринимательства. Сейчас параллельно, сегодня параллельно с мероприятием нашим, проходит еще одно мероприятие, это клуб предпринимателей, встречается с представителями международных организаций, которых интересует, как строится, каковы особенности ведения женского бизнеса в Республике Беларусь. Они встречаются уже с представителями государственной власти, и сейчас их интересует мнение женской организации. Поэтому тоже сейчас большое заседание будет проводиться, это будет в нашем офисе, и обсуждается еще и женское предпринимательство. Мы готовимся сейчас представить опыт работы нашего клуба на форуме в Узбекистане, это развитие женского предпринимательства, и элементы предложения мы тоже будем обсуждать сегодня в ходе нашего заседания. Председатель Брестской областной организации Валентина Пух рассказала о деятельности БСЖ, в которой первостепенное значение уделяется популяризации семейных ценностей и решению актуальных вопросов в сфере защиты семьи и детей. Особое внимание уделяется семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Численность нашей в объединении составляет 25 532 человека. Самыми многочисленными организациями сегодня в нашей области являются городские организации. Это Барановская городская организация, Брестская, Брестская, Брестская организация, Пильская. А также среди районных организаций лидерами являются Березовская, Столинская, Дрогичинская и Каменецкая районные организации. Зарегистрировано и осуществляет свою деятельность 698 первичных организаций. Первичные организации созданы на предприятиях разной формы собственности, бюджетной сфере, на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, а также в сфере малого и частного бизнеса. Основную долю в общем количестве занимает первичная организация в системе образования. Это 235 организаций, что составляет 32,7%. 194 первичных организаций созданы в системе культуры 27,8%. 13,3% осуществляют свою деятельность в промышленных предприятиях, а также в сфере ЖКХ. Время, в котором мы живем, то есть вот сегодня оно вообще в какой-то степени требует вообще активного участия самих граждан в жизни нашего общества. Потому что мы действительно сегодня различные общественные объединения, граждане неравнодушные, скажем, которые хотят, чтобы наша страна была краше, чтобы она экономически более сильна была. Естественно, они стараются участвовать в этом процессе. И я скажу, что здесь как бы белорусский союз женщин в целом, ну и областную организацию женщин, можно с положительной стороны здесь отметить. Каждый особенный ребенок должен быть окружен не только любовью своей семьи, но и вниманием и заботой общественности, должен своевременно социализироваться, учиться общаться со сверстниками, отметила Валентина Пух. Белорусский союз женщин всесторонне пытается оказать таким детям помощь и поддержку. Так, по инициативе БСЖ за счет спонсорской помощи отремонтирована летняя веранда в детском саду номер 10 Бреста, где воспитываются две группы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В регионе с поддержкой БСЖ проводятся тематические мероприятия и конкурсы. В частности, крепкая семья, крепкая держава, лучшая многодетная семья, папа-парад, приуроченный к Международному дню отца. Авторитет Белорусского союза женщин зарабатывается конкретными делами. Эта организация сегодня в целом в республике, она на виду. Мы видим, какие проходят под их патронажем различные мероприятия, как они активно участвуют в общественной жизни, в жизни иногда просто какого-то больного ребенка и в жизни государства в целом, скажем, в тех же выборах. Вот, поэтому, конечно, и областная организация, она не в стороне. Она сегодня, я бы отметил, что достаточно активно себя ведет. Фактически созданы везде, во всех регионах организации. И приятно то, что отмечается рост этих организаций. То есть женщины более активно начинают участвовать в общественной жизни. В структуре Брестской областной организации АБСШ входит 16 районных организаций, 3 городские и 698 первичных организаций. Общая численность организации составляет более 25,5 тысяч человек. Первичная организация создана на предприятиях разной формы собственности, в том числе в бюджетной сфере, на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, а также в сфере малого и частного бизнеса. На последнее послание глава государства акцентировал внимание на том, что женщин и в парламенте, и руководителей, как мы можем посмотреть по последним назначениям, становится все больше и больше. Ну, наверное, потому что мы более дисциплинированы, и, наверное, потому что мы, начиная любое дело, мы, безусловно, продумываем гораздо серьезнее, на несколько шагов вперед. И, конечно, те направления деятельности, которые сегодня существуют в Республиканском союзе и женщин, это и крепкая семья, что очень важно, потому что все равно статистика у нас не очень хорошая на данный момент. Больше 50 или около 50 процентов все равно семьи распадаются, и роль здесь женщины очевидна. Это и духовность, и культура, это и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, это и помощь детям-сиротам, и помощь всем семьям, которые сегодня берут на воспитание детей. Новая форма работы, популяризация семейных ценностей и решение актуальных вопросов в сфере защиты семьи и детей. Эти темы обсуждали в Барановичах участники выездного заседания Президиума Белорусского союза женщин. Мы не один раз обсуждаем это в нашем общественном объединении, и призвание это общественных объединений – это постоянное повышение роли. Конечно, мы должны создавать такие условия для того, чтобы женщина могла реализовать себя по всех направлениях, и самое главное, чтобы она могла сочетать свои семейные и профессиональные возможности, социальные роли. Это очень важно, потому что, когда говорят о том, что для кого-то важнее карьера, для кого-то важнее семья, вы знаете, что важно все, важно абсолютно все. Конечно, семья – это самое главное условие счастья для любого человека. Чтобы женщина была счастлива в семье, это должно быть и внимание детей к ней, это и внимание супруга, и внимание близких, потому что женщины всегда дарят свою любовь, но они хотят, чтобы получать ее и обратно. Только встречей за круглым столом и устным обменом опытом мероприятие не ограничилось. Гостям было предложено на практике убедиться, как в Барановичах первички Белорусского союза женщин помогают решать эти задачи. Реализация на профессиональной деятельности тоже очень важна. Женщины повышают свою квалификацию, получают образование, они открывают свое дело, они ремесленники, они индивидуальные предприниматели, и каждая из них хочет тоже добиться определенных своих высот, такие, которые она ставит себе. Поэтому помочь ей в этом должны все. Государство через законодательную свою основу, через создание условий. Общественное объединение, потому что общественное объединение – это тот голос, который звучит и говорит правду, говорит открыто о том, что сегодня нужно нашим женщинам. Также на президиуме Белорусского союза женщин в этот день посетили среднюю школу номер 13. Это уникальное в своем роде учреждение образования, где вместе обучаются как обычные дети, так и школьники с особенностями развития. То есть ведется инклюзивное обучение. Участники мероприятия ознакомились с условиями учебы и творческого развития. Для гостей дети подготовили концерт. Помимо того, что мы очень тесно сотрудничаем с Барановичской организацией, участвуем в совместных проектах, но также и депутаты парламента вносят свой серьезный вклад в законодательную инициативу, когда мы посещаем те либо иные организации и предприятия, когда нам и бизнес-сообщество, и государственные учреждения говорят о проблемах, связанные, например, и с декретом 18, и с семьями, которые входят в СОП и так далее. Вы знаете, переоценить роль женщины в обществе просто невозможно. Посетили гости и Барановичский государственный университет, где успешно работает первичная организация Белорусского союза женщин. Визит воздакономерен, ведь один из вопросов, который рассматривался на этом заседании, работа Белорусского союза женщин с молодежью. В январе мы хотим провести национальный форум, или национальную ассамблею, как мы ее назовем, для обсуждения хода работы в нашем государстве по достижению цели устойчивого развития. На самом деле цель-то всего лишь одна – это повышение качества жизни людей. Это самое главное, самое основное. Оно включает в себя все – и экологию, и здоровье, и образование, и работу ЖКХ, и работу энергосистемы, и чистоту воды. И здесь нельзя ничего выделить. То есть это такой комплексный хороший подход. А то, что вопрос находится на контроле у главы государства, естественно, добавляет ответственности в том, чтобы работа шла в определенном направлении. Это определенно только в одном направлении, может быть, в сторону прогресса. Из важных решений, принятых БСЖ в Барановичах, в республиканском конкурсе «Женщина года-2018» появятся новые номинации. Данный конкурс стал традиционным и пройдет в стране в 11 раз. В этом году победителей предстоит определить в различных номинациях, которые призваны отразить огромную роль и достижение женщин по самым разным направлениям. В производственной и общественной деятельности, воспитании детей конкурс стал очень популярным. И для поддержания значимости на республиканском уровне очень важно постоянно его совершенствовать, идти в ногу со временем. В связи с этим номинации постоянно обновляются. Активное обсуждение заседаний президента предлагаемых номинаций отразило большую заинтересованность в том, чтобы поддержать лучших женщин, в особенности из регионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова